Всем привет! Продолжаю делать обзоры на мои обновки за последние несколько месяцев в лаковой теме. И начну это видео с уходовых средств. Перед вами лежат обе позиции новинок ухода. Для меня новинок, который я попробовала. Это сушка от марки L'Etoile и матовый топ от марки Sally Hands. Он называется Big Matte Top Coat и на сегодняшний день, по-моему, это лучший матовый топ, который я пробовала. А пробовала я, ну, не так уж много на самом деле. Пробовала от Essie, от Rimmel, от Essence, еще какие-то, не помню. И вот с Sally Hands. Мне этот понравился больше всего. Почему? Потому что, когда его наносишь, он наносится сразу ровненько. И высыхает ровненько, и делает равномерно матовое покрытие. В то время, как те матовые топы, которые у меня были ранее, они не всегда создавали равномерное матовое покрытие. Были все время какие-то полосочки. Как будто бы это самое матовое покрытие на ногти немножко трескалось. И где-то матовое, а где-то и не очень-то матовое. В общем, мне не нравилось. К тому же, те, что у меня были раньше матовые топы, они со временем, с недолгим временем, кстати, через месяц, может быть, начинали, как будто бы, видимо, густеть. Образовывались крупинки в самом матовом топе. И когда наносишь на ноготь, пытаешься заматировать покрытие, то эти крупинки хорошо видно на ногте. Это выглядит, как мусор, или что-то прилипло к ногтю. В общем, это было ужасно. С этим топом, аллилуйя, нет никаких проблем. Он сам по себе быстро высыхает. Как я уже сказала, создает равномерное матовое покрытие на ногте. И работать с ним одно удовольствие. Топсушка от марки L'Etoile называется Maestro. Это глянцевый топсушка. Я читала на него позитивные отзывы. Вот так у него снимается крышка. Ну и обычная здесь кисточка. Обычная, круглая такая. Не очень тонкая, но нормальная. В общем, мне удобно ею пользоваться. Для меня этот топсушка похож на топсушку от марки Evo Mosaic. Зеркальное сияние. Вот очень похож. И сушат они примерно одинаково. Может быть, Evo чуть получше. А вот этот Maestro чуть похуже. Но, в принципе, тоже вполне неплохо. Особенно, если нет возможности купить мою любимую сушку InstaDrive от Sally Hansen. То этим можно перебиться. Он неплохой, но я не думаю, что я буду покупать его постоянно. Появился у меня очередной лак Kinetix. С этой маркой я познакомилась, когда впервые была то ли на Nail Expo, то ли на InterSharmy. Вот на какой-то такой массовой выставке. Лаки мне понравились. У меня до сих пор есть штучки 3, наверное, или 4 лаков от этой марки. И вот на днях я повстречала эту марку в магазине Elyze. У нас в Москве есть такая сеть. И не знаю, с каких пор я давно там не была, но вот с каких-то пор там появилась марка этих лаков. Я стояла-стояла, выбирала-выбирала, но так как особенно мне чего-то конкретного не нужно было. Я не знала, что там есть эти лаки. Я случайно их обнаружила. Поэтому я решила взять белый лак. Наверное, в последних видео, я в каждом видео это буду говорить. Но я ищу свой идеальный белый лак. Я хочу получить однослойник или хотя бы двухслойник, но безупречный. Но вот, к сожалению, этот очередной проходной белый лак. И он опять не однослойник и не особо-то и двухслойник. Здесь у него, к сожалению, моментально стерся номер и название цвета. Поэтому я не смогу вам сказать, что это за оттенок. Но там два белых было, когда я выбирала. Один мне показался совсем уж как молоко. А второй, ну вот более-менее покрепче, поплотнее. И вот то, что поплотнее, он все равно в два слоя не идеален. И, ну, в общем, не знаю, больше не куплю. Этот, конечно, доиспользую, потому что белые лаки у меня расходуются быстро. Но больше брать его не буду. Тоже в этом же Элизе у меня, видимо, было какое-то нюдовое настроение. Я приобрела нюдовый лак от Энни. Да, в Элизе продается Энни. До сих пор я их видела только в Ильдебате у нас в сетях. Вот. Этот лак из сезонной летней коллекции. Не помню, как называется коллекция. Оно номер 309 Life is Love. Приятный, очень приятный нюдовый оттенок. Это кремовая текстура, без шиммера, без ничего. Вот в два слоя. Он, в принципе, как мне кажется, дает вполне плотное покрытие. Я им еще не пользовалась. На ногти не наносила. Но по нанесению на ромашку он обещает быть беспроблемным. Да и вообще лаки от Энни зачастую именно таковы. Беспроблемные, приятные, хорошего качества. И, кстати, в Элизе на них была какая-то скидка. Ну, то есть какая-то спеццена хорошая. Вот. Поэтому я не знаю, она будет до конца августа или до какого-то другого срока. Но если вам нужны лаки Энни, можно сбегать в Элизы. Сейчас на них хорошая цена. Потом появился у меня лак от Орли. Совсем недавно я его купила. Буквально на днях в магазине подружкой. Сейчас я в окошке камеры вижу, что он вообще не передается. Он в камере вообще синий. А в реале он фиолетовый. Да, ну, у него такой богатый цвет. Такой глубокий, но при этом, знаете, такой электрик тон. Я на него, на самом деле, давно смотрела. Еще, наверное, в мае я начала его замечать. И что-то все отнекивалось, отнекивалось. Но сейчас, в очередной раз его увидев, я поняла, что ну, я очень его хочу и купила. Вот его длинный номер и название оттенка. On the H. На ромашке я вам могу показать его полуматовую, такую резиновенькую текстуру. Он, наверное, как темный неон, что ли. Ну, очень интересный, конечно. Как жаль, что не передается нифига. Так, у меня получаются какие-то покупки из магазина Элизе. Но этот лак тоже из Элизе. Бриджет Батье. Я много видела свочи в инстаграме. Хотела попробовать эти лаки, но онлайн заказывать как-то... Ну, пока я, в общем, была не готова заказывать их онлайн. И тут случайно обнаружила в Элизе. Какая удача. Серия эта называется Jersey. Я выбрала оттенок номер 226. Это лак с частичками. Видите, он такой, вроде как серо-лиловый нюд. И у него есть красные и синие микрочастички в составе. А еще у него песочная текстура. И посмотрите, как миленько это смотрится. Я не знаю, нравится. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я знаю пески. Но именно вот эти пески с частичками, подобные есть у Кико, подобные есть в марке Нейл Лук. Я такие хотела попробовать, но в офлайн у меня просто нигде нет возможности их увидеть в ближайшем местах. А куда-то специально ехать не хотелось. Но вот достался мне один из таких. Я хотела выбрать еще парочку оттенков, но, к сожалению, разобрали. Не было в наличии. Мне так нравится. Такая прелесть. Здесь один слой, но он в один слой прозрачный. То есть ноготь он не перекроет в достаточной степени. Нужно либо его в два слоя наносить, либо под него можно нанести нюдовую подложку. Та же самая, наверное, и не подойдет вполне. Так, теперь тоже вот из Элизе. Из Элизе. Я там была в день 20% скидки, поэтому решила взять те мелочевки, которые мне тоже уже хотелось. Прямо нужно было взять. Это два топа. От Лимони или Лимони. До сих пор не знаю, как правильно произносится. Вот так он выглядит в спокойном состоянии. И внизу у него села, осела голографическая пыль. Его надо хорошенько взболтать. Сейчас я взболтаю. Вот, хорошенько-хорошенько взболтываем. И это желе прозрачное наполняется взвесью из голографической пыли. Тончайшей, мельчайшей и легчайшей. Это тон номер 536. Второй лак. Это тоже голографический топпер, но уже от марки Аурелия. Магнифик серия. Оттенок номер 18. Здесь уже гораздо более крупные частички шиммера голографического. И также редко набросанный голографический глиттер. Видите, там такие пятачки переливаются. Мне кажется, это хорошая идея. Прямо придает такого особенного изюма покрытию. Я думаю, что особенно хорошо у меня этот топпер пойдет зимой. Под снежок. Но и сейчас я им тоже уже пользовалась. Мне очень нравится. Вот шиммер здесь гораздо крупнее, чем в лимоне. Или лимонии. Ну и по сводчу они разные. Еще вот в Аурелии шиммер гораздо гуще. И он не тонет, значит база у него толще и плотнее. У меня авария. Закончились нормальные ромашки. Поэтому сейчас вот на такую ромашку будем вместе с вами наносить топпер. Я уже нанесла черный лап, подготовила подложку, чтобы хорошо было видно, как работают топперы. Это я булькаю, встряхиваю маленький лачок. И наносим Аурелия. Вот так выглядит покрытие. Разница в текстуре, я думаю, хорошо видна. Мне и тот, и другой вариант нравятся. У меня прямо какое-то большое пополнение голографических топов произошло за последние месяцы. Я вам уже показывала от Essence два варианта голографического топа. И вот сейчас эти два появились. И еще один хочу. Но тот, который я хочу, стоит дорого. И заказывать его надо издалека еще за доставку платить. В общем, золотой прям получается. Поэтому не заказываю пока. Но этими я тоже очень-очень довольна. Потом внезапно мне понравился вот такой топ от L'Oreal. Мне понравилось сочетание вот такое свежее, ярко-голубых и нежно-салатовых шестигранников. По-моему, прелесть. Называется номер 928. Пола ла ла блю. Милота. Я его покупала в конце весны, наверное, еще. Нанесла вот на такой темно-бежевый лак для пробы. Но это не лучший вариант на самом деле. Можно что-то поприятнее придумать. Здесь он смотрится как-то грубовато. Но зато можете разглядеть насыщенность частиц. То есть я особо не рыбачила. Просто набрала на кисть сколько набралось и разнесла. Частичек достаточное количество. Также, если вы помните, я вам показывала в одном из своих предыдущих видео, но давно еще, такие новинки на тот момент. От Диваж, который называется Гранит. Это лаки цветные с частичками. Частички голографические, а также черные такие песчинки. На эти оттенки я уже делала обзор. И докупила еще два уже таких темных цвета. Коричневый и около черный. Коричневый это номер 09. И он у меня сейчас на ногтях. Как я уже говорила, в моей лампе не очень это благодарное дело показывать голографики. Потому что моя лампа пересвечивает все. И голографию не видно. Но она там есть. И это деликатная голография, как мы говорим обычно. Очень рассеянная. Очень мелкая. Деликатная голография. По-моему, прекрасный осенний вариант. Не знаю, кто как. Я вот лично в этот оттенок прямо влюбилась. И почти черный. Номер 010. Он как угольный идет. Очень близок к черному. Серый, темно-темно-серый. У меня много черных и около черных голографиков. Но у меня их такая определенная мини-коллекция. Поэтому, если я нахожу очередной черный голографик, я его покупаю. У этого оттеночка уже голография очень слабо выражена. И он просто как интересный, не скучный черно-серый лак выглядит. На сегодня это все. Пишите, пожалуйста, что вы из этого всего пробовали. И что вам понравилось, что не понравилось. От души рекомендую приобрести матовый топ от Салли Хэнсон. Ну, как обычно, мне нравятся лаки Энни. Мне очень понравились мои голографические топы. И я в большом восторге от этого коричневого лака Диваш Гранит. Вот. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok